В регионе продолжается прием заявок на грантовый конкурс. Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». С одним из победителей прошлого года пообщалась Наталья Чекет. Несколько минут и обычный кусок дерева начинает приобретать очертания двух котов. Свои 22 года Кириллу Юркину не занимать мастерства. Резьбой по дереву он занимается с детства. Сначала ходил в кружок в школе, затем окончил Тверской полиграфический колледж по направлению резчик по дереву. Сейчас молодой человек делает сувениры. Коты-неразлучники, есть ежики, всякие зверьки-неразлучники. Все это придумываю, делаю сам. Чтобы изготовить данный сувенир, нужен лобзиковый станок, нужен шлифовальный станок, нужен еще один шлифовальный станок и выжигатель. В прошлом году Кирилл стал одним из победителей грантового конкурса для молодых предпринимателей до 25 лет. Полученные деньги потратил на новое оборудование. Купил станок лобзиковый, пегас, на средства гранта и радуюсь, любуюсь и пылинки сдуваю с него. Региональные власти готовы оказывать помощь молодым предпринимателям. По мнению губернатора Игоря Рудени, поддержка в открытии своего бизнеса позволяет решать вопросы закрепления молодежи в регионе, создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Помимо молодых людей, на грантовую помощь могут рассчитывать и социальные предприниматели. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, предприниматель должен либо находиться в реестре социальных предпринимателей, либо возраст собственника компании не должен превышать 25 лет. Помощь в формировании документов и оформлении заявки готовы оказать специалисты центра «Мой бизнес». Здесь можно получить необходимую консультацию. Итогом конкурса будет предоставление грантов в размере до 500 тысяч рублей. Полученный грант можно направить на модернизацию и оснащение текущего бизнеса предпринимателя. Заявки на конкурс принимаются до 17 часов 13 октября. Всю подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономического развития Тверской области. Субтитры создавал DimaTorzok